Привет, друзья! Кто не спит из солнечной Флориды? У нас денек. Вышел немножечко позагорать. И, извините, солнце будет все-таки в очках. Могу с вами немножечко пообщаться. Может, Джордж тоже подключится. Итак, один из последних вопросов, который присылали мне, кстати, очень интересный, был по поводу того, что один из блогеров, доктор Егоров, есть такой, который тоже тренируется в Натураху, пропагандирует натуральный тренинг. Он рассказал о системе 5 по 5. И, якобы, можно прогрессировать в ней постоянно следующим образом. То есть, на каждой тренировке прибавлять по 2,5-5 килограмм. И, якобы, это приводит к невероятно крутому результату для натурально тренирующегося человека. Вот об этом я сегодня хотел бы с вами поговорить, рассказать, как это есть на самом деле. Тем более, что я очень долго, ну, процентов 90 за 30 лет тренировался в Натураху. Естественно, перепробовал различные схемы. И 5 по 5 пробовал в таком режиме, о котором говорит данный блогер, как на Тураху, так и, естественно, от фармакологии. Что же на самом деле произойдет, друзья, когда мы будем прогрессировать, пытаться прогрессировать линейно, постоянно, на каждой новой тренировке. А схема была предложена Егоровым именно для жима лежа, как я понял. Но хочу уточнить, что сам я не слышал, не видел этого ролика. Это именно как подписчики мне прислали, как они поняли. И на каждой тренировке на новой, на жим лежа, добавлять 2,5-5 килограмм. Друзья, давайте посчитаем. Пусть даже вы будете делать жим лежа раз в неделю, да? А мы знаем, что большинство делает его 2 раза в неделю. К чему это приведет на самом деле? Если даже 1 раз в неделю, это 4 тренировки в месяц. И даже если брать не по 5 килограмм, а по 2,5 будем прибавлять, это будет сколько? Это будет 2,5 плюс 2,5, 5 и плюс еще 5, 10 килограмм в месяц. Представляете себе, да? Какой крутой прогресс, какой крутой шаг. Так, это получается, что за год мы с вами наберем 120 килограмм. Ни хрена себе, друзья, за это действительно, за это можно дать Нобелевскую премию. Егоров просто красавчик. А теперь давайте поговорим серьезно. Что такое? Что-то прислали мне, извините. Продолжим. Если бы было такое возможно, даже на фармакологии, то вы представляете, как бились бы рекорды мира, Европы, какие бы невероятные результаты. Мы бы уже все давно приседали за тонну, жали бы столько же и тянули бы, наверное, 2,5 тонны. Почему такого не происходит? Друзья, к сожалению, не все так радужно и красиво, как описывает Егоров. И подобная схема линейного прогресса, она самая быстрая в плане приведения вас к застою. То есть к тому, что результат не будет расти. А дальше что? А дальше наоборот, пойдет откат. Либо вы очень надолго загоните себя в это состояние плата. А это нехорошо. И в этом нет абсолютно никакого смысла. Я знаю человека, который действительно работал таким способом. И не раз я слышал тоже в теории такую методику. Как она работает? Работать такое может очень долго, продолжительное время. Только в том случае, друзья, если вы поступаете следующим образом. Если вы находите блины, либо сами их себе изготавливаете, как это часто бывает. И блины по 100 грамм. То есть, чтобы на каждой тренировке вы добавляли на штангу 200 грамм. Вот тогда, друзья, вы можете постоянно прогрессировать. Потому что для психики, для организма эти 200 грамм в принципе вообще ничего не значат. Даже сейчас я вам говорю 200 грамм, вы даже это воспринимаете с ухмылкой, с усмешкой. Психика не воспринимает это серьезно. А значит, вы будете хорошо постоянно работать 5 по 5. Добавляя на каждой тренировке по 200 грамм на штангу. Что получается у нас с вами по факту? По факту получается, что 200 плюс 200. Грубо говоря, что в месяц мы будем прибавлять 800 грамм. То есть, почти килограмм. Это, на первый взгляд, может показаться ерундой и смешным результатом. Но путем простых подсчетов вы можете посмотреть, посчитать, насколько качественно вы будете прогрессировать в течение года. Двух, трех. Я лично знаю человека, который, учащийся со мной в институте, опробовал такую технику и за два года человек поднялся 195 килограмм в жиме лежа. Смог сжать на раз. Без использования на тот момент какой-либо фармакологии. Вот только при таком способе, друзья, можно действительно линейно очень долго прогрессировать. Если же сделать еще более продвинуто, но это, естественно, не для новичков, когда вы подключаете еще ко всему этому периодизацию. Смотрите, эти же самые 200 грамм, но не одинаково работаем на каждой новой тренировке. К примеру, сегодня мы поработали 5 по 5, на следующей тренировке мы работаем уже 4 по 12. А иногда можно и нужно работать и на высокопороговые единицы. То есть это 1-2 повторения. И даже используя просто вот такую периодизацию, вы будете прогрессировать еще быстрее, еще сильнее и на дольшее время, нежели применяя линейный метод тренинга. Нет ничего хуже, друзья, для психики, для результатов, для мышечной, для эндокринной системы линейного тренинга. Об этом я не раз уже с вами говорил. Так что, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо за ваши вопросы. Присылайте новые вопросы, мы будем их рассматривать и делать на них интересные видеообзоры. Всем пока, всем хорошего настроения, не только на эту неделю, но и по жизни. Будьте на позитиве, тренируйтесь, радуйтесь, радуйтесь себя, тогда будете радовать и окружающих. Всем пока, не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях, ставить лайк и писать комментарий, если считаете, что я делаю что-либо для вас полезное, потому что это все делается бесплатно, и от вас это будет лучшей благодарностью и помощью каналу, без каких-либо денежных вливаний. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok